Добрый день! Сегодня мне захотелось рассказать не про очередную новинку, которую выпустила компания Sengso, а их было очень много, а про что-то более классическое. Я выбрал головок от компании Dayan под названием Javel. Такая вот интересная форма. Это получается 14-гранник, но на самом деле усеченный октайдр. Dayan Javel часто путают с другой глонкой от того же производителя. Это Dayan Jam. К сожалению, номера не помню, но выглядят они действительно похожи. Единственная разница в том, что у Jam здесь вот есть разрезы, а так визуально очень похожи, ну и Jam покрупнее. Особенно если смотреть на картинках, такие вот какие-то ракурсы, то да, сходство велико. Но на деле это очень разные головоломки. Jam вращается как коптер. Даже меняет форму при перемешивании. Такое вот всякое происходит. Кстати, еще не перемешиваю и не собирал, когда-нибудь займусь. А Javel вращается вот так. То есть у него вращаются несуществующие углы. Если здесь вообразить уголок, то получается вокруг угла вращения. Причем на месте каждого несуществующего уголка какая-то картинка и все они разные. Хотя нет, противоположные одинаковые. Да, три вида картинок. Такая, такая одинаковая. Кружок, кружок. Здесь какие-то иероглифы. Что-то это, наверное, значит. По факту, это усеченная версия CTO от того же Dayana. То есть вот это примерно одинаковые головоломки. На место вот этой серой грани поставить уголок. И тоже получится Octaedra. Ну или у Octaedra. Снять уголки. Получим Javel. Коробочка у Javel такая же, как и у Octaedra. Искать мне ее не захотелось. Но вот вам фрагмент из видео про Octaedra. Вот такая вот интересная коробочка, с которой я головоломку уже достал. Поскольку она сама по себе сразу вся разваливается. Вот как конструктор. Вот такая вот. И обратно так вот собирается. Мы видим, что здесь есть еще головоломка, которая называется... Как она? Dayana. Javel. Такая у меня тоже есть. Которая, по сути, мало чем от Octaedron отличается. Сразу разъясню, какие Octaedra бывают. Вот это два основных вида. Это CTO. Corner Turning Octaedron. И FTO. Face Turning Octaedron. Разница в чем? У Face вращаются грани. У Corner вращаются углы. Dayana. Это CTO. Lanlan. Это FTO. Ну, возможно, какие-то еще производители что-то делали. К примеру, от MF8 есть FTO 4х4. То есть четырехслойный. Про FTO и маленький большой есть у меня и обзоры, и обучающие видео на канале. Можно поискать. А про такой CTO Octaedron. Еще обучающие видео не снимал, но надо бы. Что Octaedron, что JVO не так часто встретишь в магазинах, но где-то купить еще можно. У меня есть еще вот такой вот крупный Octaedron с его друзьями. Но про них я расскажу как-нибудь потом. Тоже от компании Dayana и MF8. Это FTO, но с центрами. Очень популярный вопрос. Не раз мне его задавали. Получится ли сделать вот такой Octaedron из двух обычных классических пирамидок. Взять две пирамидки и вот так вот склеить. Нет, не получится. Уже отвечал. Просто будут две плохих пирамидки. Ну, не плохих, а испорченных. Так как они вращаться будут как кубоид 1х1х4. Так как вот эти уже элементы вращать не получится. Только тут и тут. Поэтому склеивать пирамидки не надо. У Octaedron своя уникальная крестовина. Собирается JVO так же, как обычный Octaedron. Я перемешаю рандомно. Но для CTO я выводил оптимальный алгоритм перемешивания из трех скрамблов для классической пирамидки. Скрамблим один раз. Перехватываем Y2. Скрамблим второй раз. По другому скрамблу пирамидки. Перехватываем Z2Y. И скрамблим третий раз. И вроде получается неплохо. Хорошо перемешивается со всеми ухолками. Здесь же уголков нет. Их вращать не нужно. Но в остальном принцип сборки такой же. Хотя форма сама немного пугает. Недаром с джемом путают. У простого Octaedron сразу видим пирамидку. И можем делать какие-то там пиф-пафы. Уже понимаем как собирать. Здесь же надо додумывать. Представлять. Ну начнем с белой грани. Поскольку белая грань здесь есть. Здесь восемь основных цветов. И на месте усеченных вершин серые цвета с рисунками. Хотя серый сам по себе тоже присутствует. Поэтому восемь цветов так и остается. Ну начнем с белой грани. На пирамидке принято собирать сначала такой знак радиации. Находим три больших угла. У которых есть белый цвет. Вот здесь серый элемент. Вот такой. У него четыре треугольничка. Это единый большой элемент. Получается с пятью наклейками. Нужно найти три таких, у которых есть белый цвет. Вот один. Вот второй. И вот третий. Ну и белым цветом повернуть на одну грань. Вот как в обычной пирамидке. Получился такой крест. Дальше по тем же принципам пирамидки можно собрать вот эти белые ребра. Одно здесь стоит на месте. Можно вот такое сделать пиф-паф. Поднимется. И поставить сюда. Дальше. Вот бело-серое ребро должно стоять здесь. Перемещаем. И отсюда сюда. Стандартным алгоритмом из пирамидки ставим. И вот бело-оранжевый или красный цвета похожи. Наверное, все-таки оранжевый. Перемещаем поближе к своему месту интуитивными движениями. И вставляем сюда. Вот одна грань собрана. Получилось вот такое вот состояние. Далее нужно собрать что-нибудь еще. Чтобы уже привести к подобию обычной пирамидки. Белый грань сденеть. Давайте соберем что-нибудь вот здесь. Вот сюда хорошо подойдет зелено-красный элемент. Его нужно интуитивно сюда подставить. Вот здесь зелено-красный. Надо сюда. Можем его вот отвести. Подвести его место. Вставить. И установить вот сюда. Здесь все хорошо. Ну и сюда какой-нибудь поставим. Какой должен быть красно-серый. Но если вот здесь вот не довернуто. Центр углу довернем. И понимаем, что здесь должен быть красно-серый элемент. Но он опять рядом. Отсюда нужно сюда переместить. Можно просто поднять вот это все сюда. И отсюда, как в обычной пирамидке, поместить на это место. Здесь красный цвет. Если мы сделаем пиф-паф, то он пойдет вниз. А внизу должен быть серый. Серый не подходит. Значит перенесем сюда. И сделаем пиф-паф слева. Ну по идее этот ход можно было не делать. Сразу вернуть на место. В итоге что получилось. Собрана белая грань. И здесь вот пара ребер. Теперь вот так вот перехватим. И у нас получится, что сверху будет здесь вершина. Пирамидка, в которой через трехугольное основание. Ну вот раз, два, три и четыре ребра надо собрать. Но белая из них уже собрана. Что удобно, чтобы назад не заглядывать. То есть нам нужно собрать вот эти три ребра. Опять как в обычной пирамидке. Где желто-красные. Ну вот оно рядом. Элементов не так много. Стоит. Сюда зелено-розовое. Опять близко. Как в пирамидке ставим. И здесь сине-серое. Но здесь. Вот. Остался верхний слой. Уголок доворачивать не нужно. Маленький. Большой. Довернем. Сюда желтый. И смотрим, что здесь стоит на своем месте. Нам потребуется алгоритм под названием рыбка. Из кубика рубика. Чтобы переставлять ребра. И один алгоритм из простой пирамидки. Чтобы их разворачивать. Вполне доступные формулы. Ну смотрим. Розово-желтый. Не на месте. Оранжево-розовый. Не на месте. Этот тоже. Этот тоже. Ни один угол на месте не стоит. Просто делаем любую рыбку. Р. У. Р штрих. У. Р. У2. Здесь неважно в какую сторону. У2. Тут четыре грани. У штрих. За Р берем вращение вот этого уголка. У вращение верхнего. Проверяем. Вот этот элемент встал на место. Дальше. Если мы делаем правую рыбку. То этот ставится на месте. А эти переставляются против часовой стрелки. Вот этот розово-оранжевый пойдет сюда. Нас устроит. Если не так. То можно сделать зеркально. Либо просто два раза эту рыбку прокрутить. Делаем еще раз. Р. У. Р штрих. У. Р. У2. Р штрих. Все ребра по своим местам. Ну вот осталось их развернуть. Может быть два неправильно развернутых ребра. Четыре. И два по диагонали. Других ситуаций не встречал. Да и быть не должно. Три быть не может. Больше четырех. Тоже невозможно. Если получилось что-то другое. Значит что-то снизу не собрано. Как решить здесь. Возьмем обычную пирамидку. Исполним такой алгоритм. Пиф-паф. Отводим назад. И загоняем через левый. Два развернутых ребра. Чтобы решить. Опять же пиф-паф. Отводим ребро назад. Левый поднимаем. Вставляем. Опускаем. Два ребра разворачиваются. Здесь сделаем то же самое. Два нужно развернуть. Отводим назад. Поднимаем слева. Вставляем. Возвращаем. Вот так все и получилось. Если на четыре развернуть. Просто делаем два раза. Но может быть еще такое. Что надо развернуть два по диагонали. Если это смоделировать. То получим мы. Вот такой случай. То есть не два рядом. А два по диагонали. Добавляем два хода. И делаем тот же самый алгоритм. Отсюда ребро. Сюда. Потом сюда. Вот они встали рядом. Делаем тот же алгоритм. Не отменяем эти два хода обратно. Кто-то меня не так давно спрашивал про джевелл. Не помню уже под каким видео. Как раз речь шла о вращении. Как оно вращается. Какой угловоломке подобно. Подобно октайдру. Внешне похоже на джем. Но вращаются вот эти по-разному. А эти одинаково. Немного сбивает с толку своей формой. Но по сути это тот же октайдр. ЦТО. От того же Даяна. Не очень популярная головоломка. Но у кого-то она есть. Вращается неплохо. Если у вас есть октайдр. То это особо-то и не нужно. И наоборот. Но октайдр вращать поприятнее. Крутится он повеселей. Хотя я на нем сборок сделал конечно больше. Но его просто держать удобнее. И как-то он так. Более четко вращается. Ну в общем. Все неплохо. Надеюсь что если у кого-то оставались вопросы по поводу джевела. Я на них ответил. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.